На Земле много загадочных объектов и предметов, которые, кажется, попали сюда с других планет. До сих пор исследования или случайные раскопки открывают нам все новые тайники. От неизведанного по составу минерала до остатков НЛО. Вы на канале ТОП ФАКТС, и сегодня мы подобрали для вас целую серию интересных историй о самых непонятных предметах, которые каким-то образом оказались на нашей планете. Посмотрите эти 20 сюжетов и сделайте свои выводы. Желаю приятного просмотра, ну и, конечно же, погнали. На бескрайних ледяных просторах Антарктиды спутник Google Земля запечатлел своеобразный снимок. Там покоится странный крупный объект, проделавший траекторию во льду недалеко от скалы острова Южная Георгия. Энтузиасты НЛО сразу взяли в оборот этот интригующий случай. Длинный предмет, похожий на сигару, казалось, упал с неба и скользил по снегу. Они предположили, что его длина была не менее 48 метров, и этот объект столкнулся со склоном горы на юге. Возможно ли, что это сцена крушения НЛО? По очертаниям, он действительно похож на корабль с другого мира. Плюс к этому, Антарктида – это одно из самых изолированных мест планеты. И она вполне могла служить удобной парковкой для космического транспорта. Невзирая на скептицизм ученых, воображение легко дорисовывают такую фантастическую картину. Ранним утром 19 сентября 1976 года в Тегеране произошло нечто экстраординарное. В небе над столицей Ирана во районе аэропорта появился неопознанный летающий объект, и сразу люди начали сообщать об этом, на службы буквально обрушился шквал звонков. Описания сильно различались. Некоторые говорили, что объект выглядел как птица, другие сравнивали его с вертолетом, а третьи утверждали, что из него исходил необычайно яркий свет. Наблюдения радара и визуальные сообщения создали настоящую путаницу. В воздух поднялись два истребителя иранских ВВС, и пилоты визуально подтвердили наличие НЛО. Когда самолеты-перехватчики приблизились к неопознанному объекту, они начали испытывать существенные неисправности с приборами и связью. По непонятной причине абсолютно все системы начали давать сбой. И это было не единичное происшествие, как сообщили авиакомпании военные. Как только самолеты выходили из зоны присутствия НЛО, все приборы на борту продолжали функционировать нормально. Данный инцидент выделяется как один из самых хорошо задокументированных, подтвержденных видеосъемкой и свидетельствами очевидцев. Власти не обнародовали никакой конкретики, но мы-то с вами это видели, не правда ли? Сегодняшняя топ-тема – это один из наиболее тревожных объектов, который явно родом не с этой планеты. Мужчина во время полета на своем дроне обнаружил эту странную развалину посреди чистого поля. Он утверждал, что наткнулся на останки огромной космической аварии. Вначале он не мог поверить своим глазам, но затем стал искать в интернете, как выглядит поврежденный обломок спутника или ракеты. Еще раз обошел место крушения, сделал парочку фотографий, вернулся домой и сразу же написал о своей находке. Поразительно, но когда он вернулся, вот эти все обломки также таинственно исчезли. Мы так и не узнаем, было ли это кораблекрушение инопланетян или земного корабля, но какое-то учреждение явно опередило распространение информации. А как вам кажется, на что это похоже? В 2021 году в Мертвом море нашли такой минерал, который прибыл из космоса. Очевидно, что он мог прилететь в составе метеорита, который раскололся на части. Впервые подобный минерал был обнаружен около 20 лет назад. Он имеет странное содержание окиси фосфора. В таком видео он не встречается в природе на нашей планете. Естественно, ученые были заинтригованы. Еще один факт, о котором рассказал химический состав, этот минерал происходит из зоны с очень высоким давлением, что подтверждает, что его родина где-то в экстремальных условиях открытого космоса. Метеорит Аллен Хиллс 84001 весом около 2 килограммов был обнаружен в 1984 году в Антарктиде. По оценкам, он мог быть куском древней марсианской скалы возрастом около 4 миллиардов лет. В его составе ученые обнаружили следы органического углерода, что вызвало крупную риторическую дискуссию по поводу, а есть ли жизнь на Марсе. Как связаны эти выводы? Органический углерод указывает на возможное присутствие воды в истории Красной планеты. А где вода, там и жизнь. Ученые исследовали метеорит также на наличие окаменелых останков микробной жизни. Однако критики утверждают, что после падения метеорита на Землю он мог обрасти земными элементами. Поэтому доподлинно о жизни на Марсе он нам не поведал. Русский парнишка по имени Борис Куприянович вызвал настоящий ажиотаж своими сообщениями о том, что раньше он жил на Марсе. Фантазирующие дети – это не редкость, но с самого раннего возраста Борис начал рассказывать родителям о своей жизни на Марсе. О том, что планета пережила катастрофическую войну, о их технологиях и космических путешествиях. Причем его рассказы не ограничивались Марсом. Он также говорил о древних цивилизациях на Земле, утерянных континентах и тайных знаниях. Согласитесь, довольно впечатляющая эрудиция для молодого человека. Эта история заставляет нас задуматься о тайнах Вселенной. Хотя мы не можем верить Борису на слово, мы не можем и отрицать наличие жизни на других планетах. Верно? 50-летний мужчина по имени Роток Лаик утверждал, что стал мишенью инопланетян. Серия метеоритных ударов регулярно обрушивалась на его дом. Да, это звучит нелепо, но когда слышишь его историю, то возникают вопросы. Эта причудливая сага началась в 2007 году и вплоть до 2010 года дом Лаика подвергался нападению не раз и не два, а целых шесть раз. Каждый удар добавлял ему убежденности, что он избран. Эксперты подтвердили, что камни, которые бомбардировали его дом, действительно были метеоритами. Но как мог один дом стать постоянной целью атак метеоритов? Или хозяин дома умело разрекламировал свою коллекцию просто, чтобы продать? Он и правда заработал немного денег, продавая эти камни. Но прилетит ли к нему в сад новая порция, никому неизвестно. Летней ночью 1977 года телескоп университета штата Огайо, известный как Большое Ухо, обнаружил сигнал, который стал одной из самых интригующих загадок в поиске внеземного разума. Его распознали как сильный узкополосный радиосигнал, он был очень интенсивным и длился в течение 72 секунд. Налицо были признаки его межзвездного происхождения. Исследователь Джерри Эммон был настолько поражен характеристиками, что написал «Вау» на распечатке с указанием параметров сигнала. Исходящее из глубины пространства, мог ли он быть попыткой осознанного общения? Сигнал появился со стороны созвездия Стрельца из самого центра нашей галактики. Это место имеет высокий потенциал для вероятного нахождения там продвинутых цивилизаций. Однако ученые прежде всего пытались найти доказательства его природного космического происхождения, либо объяснить его отражениями сигналов от космического мусора. Но так или иначе, этот сигнал остается уникальным событием. С той августовской ночи он больше никогда не повторится. В 1967 году ученые Джоселин Белл Бернелл и Энтони Хьюиш, прослушивая космос, наткнулись на очень революционное открытие в астрономии. Необычные регулярные радиоволны исходили от далекой звезды, которую ранее на небе не наблюдали. Эти импульсы были новыми и такими точными, что вызвали необычное предположение. Может это некий сигнал, попытка связи, исходящий от другой разумной инопланетной цивилизации? Команда исследователей с юмором прозвала эти сигналы посланием маленьких зеленых человечков. Позже пришло более правдоподобное объяснение. Эти сигналы исходили от пульсара вращающейся нейтронной звезды. Нейтронные звезды — это плотные остатки массивных звезд, которые уже взорвались. Электромагнитное излучение от их полюсов, которое достигает пределов Земли, выглядит как импульсы радиоволн. А какое объяснение предпочли бы именно вы? Если вы еще не слышали эту легенду об НЛО и деяниях инопланетян на нашей планете, то история о Черном Рыцаре — самое подходящее начало. В 1950-е годы начали появляться различные сообщения о неопознанном объекте на орбите. Там возник неожиданный сюрприз, не похожий ни на что из известных науки летающих объектов. И лишь в 60-х годах его удалось сфотографировать во время космического полета, что вызвало новую волну теории слухов. Кто-то твердил, что неопознанный объект был чудом инопланетной техники и наблюдал за Землей. Однако при внимательном рассмотрении очертания Черного Рыцаря натолкнули на более прагматичные объяснения. Он был похож на термическое одеяло, потерянное во время космического полета, — одно из тех, которым предохраняют технику от лучей. Так что странные сигналы, изначально прописанные Черному Рыцарю, можно считать либо космическим мусором, либо природным явлением. Но миф о страннике в пустыне океана всё равно звучит интереснее и интригует. Сейчас перед нами один из самых загадочных посетителей нашей орбиты. Объект под именем Муамуа был идентифицирован как межзвёздная комета. Однако необычные характеристики вскоре выделили его среди типичных комет или астероидов. Удлинённая форма была абсолютно нетипична для всех известных нам пришельцев, и сразу возникли гипотезы о его происхождении и природе. Что если это космический корабль, который контролируют инопланетные существа? Другой любопытной особенностью было его ускорение. Казалось, он летел со стороны Солнца абсолютно типичным для комет образом. Они ускоряются из-за газовыделения летучих веществ. Однако никаких видимых доказательств газовыделения от него не нашлось. На чём же тогда ехал этот странный предмет? Представьте себе что-то похожее на реактивный самолёт, который оставляет видимый след в воздухе. В общем, объект выглядел так, словно приводился в действие силой внутри. И хотя учёные склоняются к его естественному происхождению, как знать, вдруг этот инопланетный зонд просто хорошо замаскирован. В угольной шахте Донецка люди наткнулись на нечто загадочное, похороненное в земле на глубине около тысячи метров. Любопытный артефакт представлял собой колесо из металла, но это было необычное колесо. Во-первых, его предполагаемый возраст составлял поразительные 300 миллионов лет. Однако по конструкции, такой объект мог быть лишь продуктом передовой инженерии. Как это было возможно в тот период. Находка поставила в тупик многих и породила дикие предположения, как такое могло быть. Металлическая деталь, которая была намеренно создана 300 миллионов лет назад, когда людей ещё, в принципе, не было на земле. Может быть, была какая-то другая раса, которая жила тут перед нами, или инопланетяне хозяйничали тут до нас. Фигурки Догу – всемирно известные древние японские творения из глины. И в переводе с японского Догу означает «скафандр». Их внешность почти потусторонняя. Большие глаза, как очки, тонкая талия, а тела покрыты сложными узорами. В связи с этим возникло множество интерпретаций их происхождения и значения. Кого-то эти странные особенности натолкнули на сходство с существами из другого мира. И правда, может быть, это и есть первые извояния инопланетян, которые датируются периодом японской истории с 13-тысячного года до нашей эры по 300-й год до нашей эры. В 1950-е годы эти увлекательные события развернулись в маленьком городке штата Нью-Джерси, который стал горячей точкой для любителей инопланетян. Центральной фигурой этой истории был некий Говард Манджер – человек, который позиционировал себя как контактер. Этот термин обозначает лиц, которые утверждают, что общались с дружелюбными инопланетянами и даже посещали их корабли. Говард даже писал об этом книге. Он и его жена Конни описывали встречи с инопланетянами как позитивный и приятный опыт общения. Не доказано, являются ли переживания Говарда подлинными событиями, или это очередная мистификация, которых в то время в Америке было предостаточно. А это древнее устройство, найденное в Греции, выглядит как чудо инженерной мысли, которое было изобретено задолго до современных компьютерных технологий. Рядом с островом Антия дайверы исследовали место кораблекрушения, и найденное устройство их сильно заинтересовало. Могло ли оно быть частью древнего аналогового компьютера, который использовался для астрономических расчетов о движениях, планетах, затмениях или навигации? Это первый найденный пример такого сложного механизма. Он смотрится настолько продвинутым для времени своего происхождения, что возникает подозрение. А если это не творение древних греков, а продукт более развитой внеземной цивилизации? Возможно, эта деталь и есть вещественное доказательство для историков и археологов. Все ли технологии, которые использовали предки, нам известны? Я думаю, что нет. Еще одна увлекательная загадка из предполагаемых древних мистерий. История о камнях дропа появилась в 20 веке. В Китае была найдена серия круглых отточенных дисков, которые, как утверждается, датируются тысячами лет. Вокруг них витает легенда, что на дисках якобы находятся нерасшифрованные сообщения. В 1930-е годы китайский археолог обнаружил камни в горах на границе Китая и Тибета. Отшлифованные камни имели около 30 сантиметров в диаметре. На поверхности каждого центра шла спиральная канавка, в которой выгравирован ряд крошечных иероглифов. В 1960-х годах возникла мистификация об инопланетной расе по имени Дропа, которые высадились на нашей Земле после крушения своего летающего корабля. Их описывали как миниатюрных хрупких гуманоидов с большими головами. И якобы в Тибете нашли захоронение около 700 неземных существ неподалеку от мест, где обнаружились камни. До сих пор достоверные доказательства опубликованы не были, но исследования русского ученого показали, что гранитные диски содержат высокую концентрацию кобальта и других металлов. Они невероятно тяжелые по весу. Как могли древние люди вырезать такие маленькие канавки и буквы на их поверхности? Я не знаю. В 1970-е годы была написана книга, которая сочетала фантастический вымысел с известными сведениями об этих дисках. Но до сих пор свет на тайну камней Дропа не пролит. Ведь кто-то же принес эти диски в горы Тибета. А это похоже на систему древнего трубопровода. И расположена эта диковина в китайской провинции на горе Байгуншань. Эти трубы, сделанные из железа, имеют разные размеры. Некоторые из них размером всего лишь зубочистку, а другие достаточно велики, чтобы пройти сквозь них. Что делает их такими интригующими, так это их возраст и расположение. Как полагают, им могут быть тысячи лет, и они словно составляют какой-то осознанный проект. Что можно сказать о них? Были ли они сформированы естественным путем, или мы смотрим на доказательства существования древней продвинутой цивилизации, о которой мы еще ничего не знаем. Предположили, что эти трубы были частью ирригационной системы или доисторической постройки, но вот что непонятно, уж в очень необычном и труднодоступном месте они находятся. Гораздо правдоподобнее выглядит гипотеза, что они являются следами деятельности инопланетных существ. Добавим некоторые научные данные. Геологи изучили трубки и заявили, что они на самом деле являются окаменевшими корнями деревьев. Со временем органический материал превратился в минералы трубчатой структуры. Другое объяснение состоит в том, что богатая железом вода, протекая через трубы, оставляет осадок, который затвердевает и обволакивает трубы. Каменные статуи по имени Муаи на острове Пасхи – это археологическая загадка, затерянная на клочке суши посреди океана. Эти колоссальные фигуры были первыми, кто встретил европейских путешественников в 18 веке. Этот бедный ресурсами остров был самым странным местом для подобного зодчества. Местные жители, судя по находкам их черепов, были невелики в габаритах и численности. Как они смогли воздвигнуть такое количество изваяний по всему острову и даже отправить их в океан? С числом выяснили. Археологи определили, что народ Рапануи вырезал фигуры с 1250 по 1500 годы. Второй вопрос не решился. Зачем они делали эти статуи и как смогли вырубить их из твердого сжатого вулканического пепла? Были ли они идолами, предков или духами земли? По тем временам это в любом случае расценивается как титанический подвиг. Но интрига в гипотезах, а как статую переносили? Вертикально с использованием веревок или везли на деревянных санях? Религиозные или наследственные символические цели заставляли народ продолжать производство. Около 10 тысяч фигур Муаи сторожат остров Пасхи. Но больше нигде в мире нет ничего подобного. Так может быть эти головы были созданы с помощью неземных существ? Как вы считаете, есть ли у вас такое же подозрение? Благодаря гугл-планете и гугл-картам нам открывается всё больше загадочных мест на нашей планете. Что сообщают нам эти непонятные зигзагообразные узоры, которые обнаружились на фото со спутника в 2011 году. Сложные сетчатые узоры в пустыне вызвали множество дискуссий, в том числе нашлись сторонники версии о посланиях от инопланетян. Учитывая их точные контуры и неестественный внешний вид, вряд ли такие странные маркировки были нанесены фермерами. Всё обширное искусственное поле напоминает планшет для спутников-шпионов. В любом случае, обе версии не обещают ничего хорошего. Как месседж от внеземных цивилизаций, так и шпионские страсти. Линии зигзагов толщиной около метра тянутся на сотню метров. И чтобы прочесть такое сообщение, непременно нужно было бы подняться очень высоко. А что если инопланетяне действительно пытались общаться с нами доступным им языком? Всем пока!